Село Лиски, 10 километров от Вилкова. После трехдневных дождей комбайны снова вышли в поля. Специальная техника в день может скосить более 10 гектаров рисового поля. Главное требование к комбайнам, которые убирают рис в Килийском районе, гусеничная колесная система. Работать приходится в заболоченных полях, поэтому на обычных колесах далеко не уедешь. Рис-культура, которая любит воду. Близость Дуная, хорошо построенная оросительная система решают вопрос регулярного полива культуры. Качество дунайской воды, говорят, в хозяйстве удовлетворительное. Но главное не перелить. А еще важно, чтобы чек, так называют участок пахотной земли для выращивания риса, был идеально гладкий. Для ячменя и пшеницы таких требований нет. Мы сейчас находимся на основном подающем канале. Он находится выше всех чеков. Насосная качает в него воду. Он наполняется водой. С него поддаются вспомогательные каналы. И со вспомогательных уже подается вода в чеки. При необходимости, когда есть нужда в сбросе воды с чеков, в принципе, еще сбросные каналы идут еще ниже уровнем чеков. И перекрывается подача воды с подающих каналов. И открываются задвижки, в принципе, в сбросные каналы. И такой цикл у нас на протяжении трех месяцев, там три-четыре раза может происходить подача и сброс воды. Сезон уборки риса совпадает по времени с началом посевной кампании озимых культур – пшеницы и ячменя. В отличие от хозяйств, где идет посевная, близка к дождям не очень рады. На крупнейшем предприятии Юга области из трех тысяч гектаров сельхозугодий под выращивание риса выделено 1620. В следующем будет 2000. После уборки зерно везут на мехток и уже там приводят в товарный вид. Сейчас мы собираем урожай риса. Рис-серец называется. Он пока еще не обработанный. Дальше, после поля, через комбайн, он идет на ток. На ток его очищают, доводят до потребной вологости. И дальше он поступает до нас на завод. На заводе мы его обрушиваем, шлифуем, полируем и отбираем осечку, мучку и готовый рис. И тот готовый рис, который самый лучший, вы видите на полицах магазинов. Привычный нам белый рис – это 70-80% от того, что осталось в результате переработки осеннего урожая. На предприятии задумываются о том, куда девать рисовые отходы. Шелуху можно использовать, подмешивать для топливных брикетов. И остается сечка и мучка там тоже. Сечка идет по другой цене. Она намного ниже, чем рис. И, в принципе, тоже частично там можно оттуда получать прибыль. Шелуху в нашем случае, как бы у нас предприятие находится в лесках, это клубничная столица Бессарабия, я бы сказал, то в основном местные жители ее разбирают, подсыпают себе клубнику, утепляют ее, защищают шелухой от болота. Ну, они знают, для чего она предназначена. Климатический фактор не самый проблемный для аграриев. В прошлом году уборку закончили 7 декабря с минимальными потерями. Выращивание риса – затратный процесс. Удобрения и семена входятся фермерам в солидную сумму. Например, в следующем году на семена предприятие планирует потратить 200 тысяч долларов. А за литр чудо-препарата, защищающего рис от болезни, просят минимум 100 евро. Мы выращиваем османжик – турецкий сорт и балдо – итальянский сорт. Это сорта, в принципе, премиум класса. Мы вышли на уровень иностранных сортов и под них уже подстраиваем свою технологию. Потому что наши сорта хорошие, но есть что-то лучшее. И мы стремимся к лучшему. Помимо технологий, производители должны учитывать и актуальные цены на топливо и электроэнергию. Комбайны и самосвалы нужно чем-то заправлять. А техника для очистки, сушки и переработки работает все еще благодаря электричеству. Все упирается в цены. Цены на топливо. Сегодня там топливо подскочило буквально, если еще пару месяцев назад была, цена 17,50 мы покупали, то сегодня мы берем по 23,10-23,50 за литр. А топливо уходит, конечно, тоннами на уборку. Цена на воду тоже. Куп воды, в принципе, недорого, сам по себе 7 копеек. Но основная составляющая – это электроэнергия. Если за воду мы можем заплатить 100 тысяч, то за электроэнергию – миллион. Соотношение очень дорого электроэнергии. Есть проблемы в этом. Это все ложится на затраты. Естественно, все ложится на ценообразование риса. Через несколько дней в лесках снова заработает завод по переработке риса. Компания-производитель продает товар пока что только оптом по цене 18 гривен за килограмм. Рынок сбыта – вся Украина. Дорога, открытая весной президентом. Украины в направлении Вилково – несомненное удобство для фирм-покупателей. Осталось еще привести в порядок 7 километров непроходимого бездорожья в сторону лесков. И тогда килийские производители будут чувствовать себя увереннее своих херсонских коллег-конкурентов. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова